Figma может работать не только в браузере, но и как отдельное приложение у тебя на рабочем столе. Для этого перейди на сайт figma.com и в раздел Resources – Downloads. Здесь нужно скачать клиент под macOS или Windows. У меня в Windows я скачиваю файл установщика. Дальше у меня есть возможность скачать font installers, опять же для Windows. Я делаю это для того, чтобы шрифты, которые установлены у меня на компьютере, подключились к Figma, потому что по умолчанию Figma имеет доступ только к Google Fonts. И посередине Live Device Preview отведет меня по клику на магазины App Store и, собственно, Google Play. Данные приложения позволят просматривать мобильные макеты прямо с твоего устройства смартфона. Итак, мы скачали два файла. Клиент и подключение системных шрифтов. Для начала установим, собственно, сам клиент. Мы кликаем два раза по нему. И, ну, собственно, он сам установится. Сам, собственно, и запустится. И даже предложит сразу авторизоваться. Кликаем Login. Откроется вкладка в браузере. Предварительно нужно авторизоваться в свой аккаунт. Кликнуть Open Desktop App. Появится запрос. И снова кликнуть Open Figma. Откроется клиент. И после загрузки мы получим доступ к нашим файлам и, собственно, Figma. Клиент десктопный не требует установки фонд-хелпера вообще. И шрифты локальные сразу будут подключены. Но у нас есть браузерный клиент. И вот он как раз-таки требует, чтобы мы подключили локальные шрифты посредством установки программы. Для этого нужно ее либо отсюда скачать. Мы уже это сделали, поэтому просто установим. Готово. Закрываем. Теперь, собственно, сами шрифты подключены. И мы готовы приступать к работе.